Друзья, дорогие английские семьи, я очень рад приветствовать вас. И с вами сейчас Алексей и Нелечка. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы находимся в основном курсе ТЭЦ-Первый урок. Сегодня у нас новых три слова и 54 рабочих предложения и фрезы. Найти нас можно на двух наших каналах, а также наш сайт www.english-soft.com Домашнее задание, вы можете проверить ошибки и как вы с ним справились. Спасибо вам за участие. И у нас сороковой урок будет, следующий экзамен. Мы находимся сейчас в основном курсе, и это present simple на простое настоящее время. И сейчас давайте познакомимся сразу с этой фразой, с которой мы сегодня будем работать или над которой будем работать. С местоимением я. Звоню. То есть слово звонить. Здесь должно быть местоимение притяжательное. My Дедушки с бабушкой Grandparents И такая фраза интересная. По телефону. On the phone Хорошо. С этой фразой познакомимся более детально чуть позже, а сейчас давайте посмотрим, закрепим личное и притяжательное местоимение еще раз. Я Повторяйте вместе с новичкой. Она She Ее Her Это It Этого It's Замечательно. Итак, давайте познакомимся с тремя словами, вот сегодня с которыми будем работать. Итак, первое слово имеет значение. Это глагол наш основной сегодня. Звать Звонить. Но я более выделил светлым шрифтом то слово, с которым мы сегодня будем работать. Слово звонить. Значит, звать, звонить. Это правильный глагол, окончание иди. Новичка повторяет, а вы за ней. Call Called 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 Спасибо. Следующее слово. У нас сегодня дедушка и бабушка. Вот так интересно в русском языке больше оно идет как два слова. Дедушка, бабушка. Мы это как бы поясняем. А в американском языке или в английском языке оно просто звучит в одном слове. Как? Grandparents Оно как бы составляет из двух частей, да? Еще раз медленно скажи. Grandparents Grandparents А деду слышно, но очень тихонечко, да? Больше как Grandparents Ещё разочек скажи. Grandparents Спасибо. И ещё одно слово у нас сегодня. Телефон Телефон, пожалуйста. Phone Хорошо. Первая буква, она звучит, звук происходит как F русское, да? Ф Фон Слушай, иногда люди говорят Пон Так хочется сказать, что такое Пон Пон Ещё раз Фон Да Итак, друзья, мы готовы к занятиям. Напоминаю, что вы смотрите английский семью Савченко. Делаем короткую паузу и начинаем вместе занятие. Будьте с нами, пожалуйста. Итак, друзья, мы начинаем наше занятие. И как вы помните, первый раз мы произносим полностью всю фразу с местоимением Я. Для того, чтобы вы хорошо могли Занелли произнести, именно отрабатываем произношение. Хорошо? Давайте проработаем. Я звоню моим дедушке-бабушке по телефону. I call my grandparents on the phone. Хорошо. Обратите внимание на эту фразу. Или на эту... Ну да, эта фраза получается такая, да? Это устойчивое такое выражение. Например, мы говорим вечером. Как сказать вечером? In the evening, да? Запомните, что вечером оно всегда работает с предлогом in. Так, если мы говорим по телефону, хотя an, это, скажем, такой предлог, как бы на чём-то лежит. Но здесь оно больше работает уже, это прилепленная фраза, она вот работает именно с телефоном. Работает как бы по телефону. Телефон. 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 Не на телефоне, а андафон. По телефону. Я звоню по телефону. Можно сказать ещё by phone, да? Но сегодня мы избрали именно такую фразу. Запомните просто это выражение. Андафон. Это значит по телефону, если вы кому-то звоните. Итак, мы. Проверим. Напоминаю, что в паузах попробуйте сами предложения построить. Он. Проверим. He calls his grandparents on the phone. Я. Проверим. I call my grandparents on the phone. Вы. Проверим. You call your grandparents on the phone. Она. Проверим. She calls her grandparents on the phone. Они. Проверим. They call their grandparents on the phone. Замечательно. Переходим к прошедшему времени. У нас утвердительное предложение. Прошедшее время. Это у нас правильный глагол. Окончание. Иди. И мы с вами работаем. Они. Проверим. They called their grandparents on the phone. Вы. Проверим. You called your grandparents on the phone. Она. Проверим. She called her grandparents on the phone. Я. Проверим. I called my grandparents on the phone. Он. Проверим. He called his grandparents on the phone. Мы. Проверим. We called our grandparents on the phone. Замечательно. И мы переходим с вами к будущему времени. Утвердительное предложение. И начинаем работать. Я. Проверим. I will call my grandparents on the phone. Они. Проверим. They will call their grandparents on the phone. Вы. Проверим. You will call your grandparents on the phone. Она. Проверим. She will call her grandparents on the phone. Он. Проверим. He will call his grandparents on the phone. Мы. Проверим. We will call our grandparents on the phone. Замечательно. Спасибо, друзья, вам за работу. Спасибо, Нелечке, за старания и помощь. Вы смотрите английский семью. Савчин. Короткая пауза. И мы с вами продолжим. Будьте с нами, пожалуйста. Итак, друзья, спасибо, что вы с нами. И мы с вами сейчас начинаем работу с вопросительными предложениями. Итак, в настоящее время работаем с местоимением Я. Проверим. Do I call my grandparents on the phone? Они. Проверим. Do they call their grandparents on the phone? Она. Проверим. Does she call her grandparents on the phone? Вы. Проверим. Do you call your grandparents on the phone? Он. Он. Проверим. Does he call his grandparents on the phone? Мы. Проверим. Do we call our grandparents on the phone? Замечательно. Итак, у нас прошедшее время. Вопросительные предложения. Мы начинаем работать. Он. Проверим. Did he call his grandparents on the phone? Вы. Проверим. Did you call your grandparents on the phone? Она. Она. Проверим. Проверим. Did she call her grandparents on the phone? Я. Проверим. Did I call my grandparents on the phone? Мы. Проверим. Did we call our grandparents on the phone? Они. Проверим. Did they call their grandparents on the phone? Замечательно, друзья. Хорошо. Спасибо вам за работу. Стараемся все вместе, да? И у нас теперь будущее время. И у нас теперь будущее время. Тоже вопросительное предложение. И мы с вами работаем. Мы. Проверим. Will we call our grandparents on the phone? Они. Проверим. Will they call their grandparents on the phone? Если вы в паузах не успеваете говорить, ставьте паузу и потом прокручивайте правильное произношение. Я. Проверим. Will I call my grandparents on the phone? Он. Проверим. Will he call his grandparents on the phone? Вы. Проверим. Will you call your grandparents on the phone? Она. Проверим. Проверим. Will she call her grandparents on the phone? Замечательно. Короткая пауза. И мы с вами продолжим. Будьте с нами, пожалуйста. И так, друзья, спасибо, что вы с нами. И мы переходим с вами к отрицательным предложениям. И начинаем с настоящим временем работать. Мы. Проверим. Мы. Проверим. He doesn't call his grandparents on the phone. Я. Проверим. I don't call my grandparents on the phone. Они. Они. Проверим. They don't call their grandparents on the phone. Она. Проверим. She doesn't call her grandparents on the phone. Вы. Проверим. You don't call your grandparents on the phone. Замечательно. И так, у нас отрицательное предложение, прошедшее время. И мы с вами работаем. Местоимение они. Проверим. They didn't call their grandparents on the phone. Я. Проверим. I didn't call my grandparents on the phone. Она. Проверим. She didn't call her grandparents on the phone. Вы. Проверим. You didn't call your grandparents on the phone. He didn't call his grandparents on the phone. Мы. Проверим. We didn't call our grandparents on the phone. Замечательно. Спасибо. Друзья, если еще, если вы хотите усилить, так сказать, сложность вот этого урока для вас же самих, можете один раз посмотреть, вот как вы смотрите слайды, да, а второй раз то же самое прокрутить, но только не смотреть уже на табло, а именно думать вот здесь, отвернуться, да, или прикрыть чем-нибудь, монитор, и просто на слух воспринимать, и отвечать, и говорить, это будет усиливать ваше восприятие английского языка, и очень будет хорошо, как говорится, exercise, такой, как упражнение для вашего, это самое, отрабатываться навыка будет, да, чувство навыка. Хорошо, и у нас последнее окошечко, и давайте мы с ним работаем. Будущее время, отрицательное предложение, мы работаем с местоимением мы. Проверим. Проверим. Она. Проверим. Я. Проверим. Проверим. I won't call my grandparents on the phone. Они. Проверим. They won't call their grandparents on the phone. Вы. Проверим. You won't call your grandparents on the phone. He won't call his grandparents on the phone. Итак, друзья, замечательная, замечательная работа была проделана сейчас нами всеми. Спасибо тебе, Наличка. Спасибо вам, друзья. Сейчас, через короткую паузу, у нас будет два теста еще. Мы проверим то, что мы сейчас с вами учили. Мы закрепим. Итак, друзья, тест номер один. Перевод с английского на русский или на ваш родной язык, и мы с вами начинаем. Первое предложение. He calls his grandparents on the phone. Проверим. Он звонит своим дедушке и бабушке по телефону. Следующее. I called my grandparents on the phone. Проверим. Я звонил своим дедушке и бабушке по телефону. Следующее. She will call her grandparents on the phone. Проверим. Она будет звонить своим дедушке и бабушке по телефону. Следующее. Did they call their grandparents on the phone? Проверим. Они звонили своим дедушке и бабушке по телефону. Следующее. Do you call your grandparents on the phone? Проверим. Вы звоните своим дедушке и бабушке по телефону. Следующее. Will we call our grandparents on the phone? Проверим. Мы будем звонить своим дедушке и бабушке по телефону. Следующее. I didn't call my grandparents on the phone. Проверим. Я не звонил своим дедушке и бабушке по телефону. Следующее. He doesn't call his grandparents on the phone. Проверим. Он не звонит своим дедушке и бабушке по телефону. Следующее. She won't call her grandparents on the phone. Проверим. Она не будет звонить своим дедушке и бабушке по телефону. Еще один. They called their grandparents on the phone. Проверим. Они звонили своим дедушке и бабушке по телефону. Это короткая пауза. И мы с вами проработаем тест номер два. Перевод с русского на английский. Будьте с нами, пожалуйста. Итак, друзья. Тест номер два. Перевод с русского на английский. И мы начинаем. Работаем. Первое предложение. Он звонит своим дедушке и бабушке по телефону. Проверим. He calls his grandparents on the phone. Следующее. Я звонил своим дедушке и бабушке по телефону. Проверим. I called my grandparents on the phone. Следующее. Она будет звонить своим дедушке и бабушке по телефону. Проверим. She will call her grandparents on the phone. Следующее. Они звонили своим дедушке и бабушке по телефону? Проверим. Did they call their grandparents on the phone? Следующее. Вы звоните своим дедушке и бабушке по телефону? Проверим. Do you call your grandparents on the phone? Следующее. Мы будем звонить своим дедушке и бабушке по телефону? Проверим. Will we call our grandparents on the phone? Следующее. Я не звонил своим дедушке и бабушке по телефону? Проверим. I didn't call my grandparents on the phone. Следующее. Он не звонит своим дедушке и бабушке по телефону? Проверим. He doesn't call his grandparents on the phone. Проверим. Следующее. Она не будет звонить своим дедушке и бабушке по телефону? Проверим. She won't call her grandparents on the phone. И последнее предложение на сегодня. Они звонили своим дедушке и бабушке по телефону? Проверим. They called their grandparents on the phone. Итак, друзья, замечательно. У нас последняя коротенькая пауза. И мы даем вам домашнее задание и подводим итог. Пожалуйста, будьте с нами. Итак, друзья, дорогие, мы сегодня с вами хорошо поработали. В основном курсе это был урок номер 31. И у нас сегодня было новых 3 слова и 54 рабочие предложения фразы. В основном курсе мы с вами уже выучили 116 слов. И более полутора тысячи фраз и предложений вместе с вами проработали. Вот так потихонечку мы двигаемся вперед. Если вам понравился этот урок, пожалуйста, поддержите нас вашим лайком, комментарием. Делитесь с вашими друзьями. И, конечно, домашнее задание мы вам даем, как обычно. Сколько ошибок в предложениях вы найдете. В следующем уроке мы дадим вам правильный ответ. Вы можете сверить себя. Всегда помните, что найти нас можно в двух каналах семейный, специализированный на английский язык. А также наш сайт, на котором много есть также тестов, где вы можете свои знания проверить. Который называется www.english-sav.com. С вами над этим уроком. И для вас работали Алексей и Нелечка Савченко. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok